Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов провел прямую линию для жителей Колымы. В 2020 году традиционную акцию посвятили 19-летию «Единой России». Декада приемов проходит с 1 по 10 декабря. Из-за непростой эпидемиологической обстановки личной встречи с великиминимумом. Прием будет идти в формате прямой линии и видеосвязи. По словам спикера регионального ЗАГС-собрания, некоторые приемы будут тематическими. Жителям области ответят на вопросы по образованию, здравоохранению, социальной защите населения, предоставлению коммунальных услуг, пенсионного обеспечения. Важно помочь каждому жителю Колымы, уточнил Сергей Абрамов. По его мнению, именно ежедневный труд помогает партии показывать хороший результат. И вот то, что касается работы общественно приемной, она аккумулирует, конечно, людей в направлении тех проблем, с которыми они всегда обращаются. Но есть же еще очень много вопросов. Это вопрос, вот как раз мы говорим по ковидной ситуации. Партия это организовала волонтерское движение «Мы вместе», где оказывается помощь, это лицам нуждающимся, наименее социально защищенным людям, старшему поколению, ну а также детям, потому что тоже дети одно время учились на удаленной такой, на удаленке учились. Но и понятно, есть многодетные семьи, где вот это технические средства, не каждый имеет себе возможность позволить, и мы находим возможность помогать, и партия находит возможность помогать таким семьям. Вот эта вот конкретная помощь, разносторонняя, разонаправленная помощь, она, наверное, и дает оценку людям, которые они в последующем дают, и в ходе избирательной кампании, и в ходе, в целом, оценки результатов этой политической силы. В 2019 году во время декады за помощью обратились около 800 колымчан. По итогу прошлых приемов направлено несколько обращений федеральные органы власти. Например, оплата за капитальный ремонт в поселках, которые закрываются. Теперь этот вопрос решили. Жители таких населенных пунктов взносы не платят. Кроме того, поддержали предложение об индексации пенсии россиянам, которые взяли детей под опеку. Соответствующие изменения внесли в пенсионное законодательство. Суд восстанавливает право на данные.